Доброе утро, кто на зуме, доброе время суток, кто в других широтах присоединяется на инстаграме и на фейсбуке. Если вы в полном недоумении, куда вы попали, так я вам таки скажу, вы попали на урок по законам благословений. И если я не ошибаюсь, у нас сегодня 75-й урок с момента начала карантина, начала нашего урока. И мы going strong, мы не останавливаемся. И я думаю, что вне зависимости от карантина урок будет продолжаться в то же самое время, в том же самом месте. Так что присоединяйтесь. Если вы присоединились позже, чем мы начали учиться, то около 35 уроков уже стоит на ютубе. Я каждый день выставляю новые. Просто идите на мой канал на ютубе. Там есть плейлист благословения, где уроки, по-моему, до 30-35 уже точно есть, но постепенно будем выставлять дальше. Мы с вами продолжаем. Мы учимся по такой замечательной книжке Шухана Руха Кацар, которая стала нашим практически путеводителем не только по благословениям, но и по карантину. И выучиваем здесь очень много нового интересного, не только касаясь благословений. И мы с вами сейчас находимся в конце целого раздела благословений до и после еды и питья. И я с вами хочу сказать, что мы не обсуждали вопросы благословения на хлеб и благословения после еды, которые являются биркат Амазон, ввиду того, что это выделен целый раздел, который мы сразу после этого и начинаем. Сейчас мы в основном уделяем внимание благословению Ме Айн Шалош и благословению Бурэн Пашот, хотя, конечно же, мы и обращаем внимание на биркат Амазон, это неразделимая вещь. Я хочу напомнить немножко терминологию. Терминологию благословения после еды – это Браха Харуна. Последний, что в основном переводе означает последнее благословение, которое делится на три группы. Это биркат Амазон, который так переводится как благословение после еды, то, что мы говорим после трапезы. Слева это Браха Харуна, вместо трех, потому что она вместо трех первого благословения Биркат Амазон, о котором мы говорим после вина злаков, пяти злаков и плодами, плодами, которые славятся земля Израиля, и благословение Бурен и Пашот, короткое благословение, о котором мы говорим после всех неупомянутых выше видов пищи. И на прошлом уроке мы с вами начали обсуждать вопросы, так сказать, упс, что делать, если ты что-то не съел или что-то не сказал, или съел слишком много и так далее. Во-первых, мы с вами выяснили тот факт, что вино априори считается главным напитком. И поэтому, даже если вы говорите благословение до еды или после еды, то, когда благословение на вино, вы выполняете обязанность благословить любой другой напиток. Но с другой стороны, если вы выпиваете больше положенного размера, объема напитка, который говорится ша-коль, а вина вы выпиваете меньше положенного объема, это для благословения имеется в виду 86.4 миллиграмма по общепринятому мнению, то то, чего вы выпили, столько, сколько необходимо выпить, чтобы сказать благословение после еды, то есть это мы называем рвиид, 1,4 от объема 6 яиц, который, как я сказал, является 86.4 миллиграмма, вам нужно говорить благословение после еды именно на это. То есть, если вы вина выпили чуть-чуть, а апельсинового сока или пива выпили много, то вам, несмотря на то, что вы говорили благословение и на то, и на другое, благословение после еды вам нужно говорить только боре, не фашо. Также мы с вами упомянули о том, что немножко обратная ситуация, если вы пили какой-то другой напиток до трапезы, да, то есть выпили как аперитив 3-4 рюмки виски. Я не преувеличил, потому что я пытаюсь посчитать в уме быстренько, сколько это рюмок виски на 86.4 миллилитра. Ну, если брюмки виски 25, то есть, да, я практически прав, нужно выпить 4 такие брюмки. И тогда, если вы говорили на это благословение, делали это до начала трапезы, а потом помыли руки, сказали благословение на хлеб, кушали, 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 то отдельно потом, после берката Амазон, нужно сказать боре на фашот, на то питье, которое вы употребляли вовнутрь до начала трапезы. И сегодня мы еще более подробно будем говорить о всяких упс-вариантах, да, что-то забыли, что-то не сказали и так далее, и будем в этом с вами разбираться. Итак, я продолжу читать и переводить. Ошибся и благословил Беркат Амазон то, на что нужно говорить в конце боре на фашот, да, сказали благословение, как после хлеба, на полный Беркат Амазон, а на самом деле на этом нужно было сказать боре на фашот. Хотите наглядный пример? Элементарно. Глютен-при хлеб, да, хлеб без глютена, который можно делать самому, или продается в трейдер-джо, или в попутс, или какие-то еще в специальных магазинах, который автоматически мы воспринимаем как хлеб, да, детям бутерброда с этим тоже делаем, потому что у нас, в нашей семье, по крайней мере, все дети не употребляют глютен, да, и ты автоматически после этого говоришь благословение после еды. Мы сейчас не обсуждаем, что, какое благословение говорить до того, ошиблись ли вы или не ошиблись. Понятно, что нам нужно говорить шакой. Мы сейчас говорим только о благословении после еды. Вы говорите после этого полное благословение после еды, а нужно было, на самом деле, после этого сказать «Борен и пошел». И здесь логика работает немножко в обратную сторону, чем в вопросах благословения до еды. Почему? Потому что в благословении до еды есть более общее благословение, да, вот как в данном случае мы могли бы подумать, что это благословение после еды, оно обобщает всю трапезу. Нет, здесь работать немножко по-другому, чем в благословении до еды, чем более общее благословение ты говоришь, тем больше ты выполняешь обязанность благословить. Пусть бодиават, а не лэхатхилл, напомним, также эти два термина. Бодиават – это значит, лэхатхилл – это значит, как положено, бодиават – это не как положено, типа и так сойдет. Так вот, если после того, на что нужно говорить в конце, «Борен и пошел», вы ошиблись и сказали благословение после еды, ло яца, не выполнили обязанность благословить. То же самое касается некоторых, не всех крупных, сейчас мы об этом поговорим, после которых нужно говорить про благословение «мэйн шалош». Это не касается мизонот, мы с вами обсуждали на этом в прошлом уроке, что если вы после того, как поели мизонот, сказали благословение после еды, вы выполнили обязанность благословить, и повторять «мэйн шалош» не нужно, потому что эти «мэйн шалош» вместо трех включены в «биркат амазон». Но с «борен и пошел» так не работает. Если вы сказали благословение после еды, то после чего нужно говорить благословение на все остальные виды пищи, кроме хлеба, пяти славков, вина и плодов, которые славятся земле Израиля, вы не выполнили обязанность благословить, и нужно сказать после «биркат амазон» сказать «борен и пошел». Теперь обнимательно послушайте, запомните, это такое немножко выбивающее в свою общую классификацию законодательство. Если благословил благословение после еды, полный «биркат амазон», после пяти злаков, это очевидно, да, то есть это нормально, потому что этим тоже насыщается, или «алатмарим» на финики, нет, финики, на финики или на вино выполнил обязанность благословить, благословить «китворим» и «алумаспин», так как они насыщают. То есть, если по ошибке, не на хлеб, вы говорите «благословение после еды», вы выполнили обязанность благословить только на продукт из пяти злаков, мы их уже неоднократно упоминали, я всегда боюсь упоминать, потому что боюсь ошибиться и сказать неправильно, пшеница, рожь, овес, ячмень, просто, да, наверное, в 75-м уроку можно было уже и запомнить, или пили вино и именно кушали финики, не фиги, а именно тем листочком, которым прикрываются, а именно финики, потому что считается, что вино и финики, они калорийные, и они насыщают. Очевидно, с фиником непонятно, потому что, как вы знаете, сегодня многие вот эти вот energy bars, там всякие вкусные вкусняшки, типа лара баррель и так далее, делают именно из фиников, они действительно очень насыщающие, там много сахара, ну а вино, там дрожжи и так далее, понятно, что он насыщает. Поэтому, если вы ошиблись, сказали «благословение после еды», после пяти злаков, после вина или после фиников, только эти три, одна категория и два продукта, вам не нужно заново говорить «благословение после еды». На все остальное, если это относится к благословению «майн шалоша», что у нас осталось? Это маслины, гранат, фиги, маслины, гранат, фиги и виноград, да, и виноград, на это нужно, даже если вы сказали уже «беркад Амазон», заново сказать «благословение майн шалоша». На хлеб, на вино, на пять злаков, на хиники не нужно заново «благословение», достаточно «беркад Амазон». Продолжим дальше. Если вы кушали эти пять плодов, пять златов, на которых говорится «майн шалоша», пили вино или кушали хиники, то посередине «благословение после еды» вы вспоминаете, что вы не сказали, что вы не кушали с хлебом, вам не нужно говорить «беркад Амазон», нужно говорить «благословение после еды». Если вы уже говорите второе, третье благословение, то заканчивайте вы уже, нужно остановиться, и вы уже выполнили обязанность благословить, потому что ключевое благословение – это первое. То есть, если вы закончили сказать первое благословение, хотя не должны были говорить «беркад Амазон», после фиников, вина и продуктов из пяти злаков, на первом благословении нужно остановиться и не нужно заново говорить «мэйн шалош», потому что основное это первое благословение. Но если вы вспомнили о том, что вы не должны говорить «беркад Амазон», должно быть другое благословение, до того, как закончили благословение Азан и Соколь, то есть, сказали «баруха да Ашем», и сказали «имя Всевышнего», то нужно остановиться, не заканчивать это благословение, а сказать, как положено, благословение «мэйн шалош». Продолжим дальше. «Таа выбираешь аля михья». Ошибся и сказал аля михья, благословение после пяти злаков, аль товарши муракима раб бурен пашот. На то, после чего говорят бурен пашот. Например, вы кушали рисовую кашу, на рис, мы не говорим после риса аля михья, мы говорим бурен пашот. Вы кушали кукурузные хлопья, а не чирис, на котором нужно говорить не за ноты аля михья, а кушали кукурузные хлопья, после которых нужно говорить бурен пашот. Мы с вами говорили о том, что есть куча всяких каш, которые, я знаю, многие люди по сегодняшний день путаются, на что нам нужно говорить, какие благословения. Короче, вы ели то, на что нужно сказать бурен пашот, а сказали благословение аля михья. Ло яца не выполнил обязанность благословить даже в дяват, даже и так сойдет. Вы царихли, варев бурен пашот. Нужно остановиться и сказать бурен пашот. Благословение короткое благословение. Напоминаю, что если вы уже в благословении Аля Мехия сказали, упомянули имя Всевышнего, то, остановившись посередине, вам нужно сказать Борг Шенкот Малхутолу Аламба. Это вторая сторочка из чтения Шма, о которой мы говорим для того, чтобы не произносить имя Всевышнего без причин. Но если вы, как сказали, это благословение не на то, что мы говорим Аля Мехия, не с пяти слагов, вы перепутали пшеницу, кукурузу, овес и рис, я не знаю, перловку и рис, чтобы еще перепутали, то нужно сказать дополнительно Борг Малхутолу то, что положено. Боафилу Ахаль Дайса Басар Бадагимико Думе. Даже если ел мясо с рыбой и с кашей, кашей, которой не нужно говорить на это мезонот, не с овсяной кашей, там, или не с как он называется, с кускусом, на который тоже мезонот, а кушали с рисовой кашей, мясо и рыбой, у вас вот прямо целая трапеза, почему-то вспоминается каша, потому что я напоминаю, что если вы кушаете мезонот как часть трапезы, то на это нужно установить, мы учили с вами это в законах благословения на мезонот, устанавливая трапезу и говорите о благословении после еды, но вы кушали кашу, на которой не является одной из пяти злаков, даже если кушали с рыбкой или с мясом и с салатиком и тому подобное, от Кольши Эйна Махамеш Мудай Даган, Эйн Некран Михаэль. Считается, что все, что не из пяти злаков, не насыщает, а это не устанавливается. Трапеза, они, конечно, не знали японцев, которые кушают только рис, но на это нельзя говорить, даже бедявату не выполняете обязанность благословить после еды, напоминаю, это заповедь истории, а нужно сказать но если вы пили вино и кушали финики, то и сказали не благословение после вина или пяти плодов, которые славятся земля Израиля, а сказали как на пять злаков, то вы выполнили обязанность благословить. Еще раз хочу подчеркнуть одно исключение. Вино и финики считаются насыщающими, и поэтому Беркат Амазон с ними работает, бедяват. Аля Мехья на пять злаков с ними работает, тоже бедяват. Конечно же, Лехатхила, как положено, нужно после них говорить, после вина, а после фиников нужно... Извините, те, кто на инстаграме отвечился на секунду, перезвонят позже. Этого достаточно сказать, если ели финики и вино, но на все остальные, которые нужно говорить на иншалош, это не полагается. Продолжим дальше. Если случайно сказал Бурен и Пашот на то, что нужно было сказать Нужно не выполнить обязанность благословить, а заново нужно сказать То есть, давайте подведем итог к тому, что мы сказали. В отличие от благословений до еды, нет такого, что более обобщающее благословение выводит обязанность благословить на более узкое благословение. То есть, сказал Бурен при Адама на апельсины, как на плоды деревьев, выполнил обязанность благословить. Благословение после еды, это не работает. Благословение после еды нужно говорить категорически, каждая по отдельности. Иерархия, благословение после еды Берхат Амазон, то, что после трапезы, потом Мянь и Шалош, потом Бурен и Пашот. И очень сложно сказать одно общее правило, что выходит, что не выходит. Мы 100% с вами упомянули о том, что финики и вино может быть включено в благословение а-ля-мифья, как на насыщение, потому что этим насыщается. В обратном случае это только на 5 злаков. В данном случае благословение на все остальные виды пищи, который, казалось бы, включает в себя все, которое ты сказал на то, что ты ел из 5 злаков, на которые нужно говорить до того мезонот и после того а-ля-мифья, не выполнил обязанность благословить. Потому что если вы посмотрите перевод этого благословения, то тематически, контентно оно не включает смысл благословения мя-ин-шалош. И поэтому не работает, что вы сказали, что бурен и пошел на все, что вы ели, и выполнил обязанность благословить после еды. Нет, если вы ели 5 злаков, вам обязательно нужно сказать а-ля-мифья. Продолжим дальше по тексту. Опять всякий упс, который у нас происходит, когда мы не так благословляем. Следующий закон, который касается конкретно благословения после еды. Если ты ошибся и сказал а-ля-мифья на благословение после 5 злаков, вместо благословения после еды, будет обсуждаться, будем обсуждать благословение после еды. Но если подвести итог всему сказанному и определить еще несколько законов. Таким образом, Так как а-ля-мифья не выводит обязанность благословить бурен и пошел, а бурен и пошел не выводит обязанность благословить а-ля-мифья, Поэтому возникает вопрос, я переведу, когда кушал не как часть трапезы, то есть не мыл руки с хлебом, чтобы сказать потом биркат Амазон, а просто кушал отдельно, что-то, в чем ты сомневаешься, нужно ли после этого говорить бурен и пошел, или после этого нужно говорить а-ля-мифья. Если, например, кушали что-то более, мы дальше будем говорить о смеси пяти злаков с другими продуктами, что-то более жидкое, недостаточное, или самый простой вариант, ПОТЕЙТО КУГЛ, КУГЛ, запеканка из картошки. Несмотря на то, что она должна быть полностью из картошки и с яйцами, как вы знаете, в это добавляют часто муку. Если мука там является достаточным ингредиентом, то на это нужно говорить мизонота, после этого а-ля-мифья. Если основным ингредиентом муки там совсем мало, она совсем не чувствуется, и не меняет форму этого кукла, основным ингредиентом является картошка, то на это нужно говорить боре-приа-дама и после этого сказать боре-ны-пашот. Давайте еще немножко запутаем, если там так много яиц и всего остального, а картошка только для обида, то на это вообще нужно сказать шагболь, из-за того, что это не способ употребления картошки, и все равно после этого нужно сказать боре-ны-пашот. И вот вы пришли, опять возвращаемся на замечательный КИДУШ КЛАП. Я понимаю, что все думают, что я так хочу вернуться наконец-то в КИДУШ КЛАП. Да, 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 есть такое. Есть определенный инстинкт после шахариса обязательно выпить, что и составляет наш КИДУШ КЛАП. И у вас стоит патейто-кугл, такой смачный овернайт, то, что называется патейто-кугл, полный канцерогена, и вы в полном недоумении. Там есть мука, нету мука. Нужно на это говорить боре-приа-дама или боре-мини-мизано. Нужно после этого будет сказать боре-ны-пашот, если это там главная картошка, или аля-михия, если там есть достаточно муки. Что делать в такой ситуации? Вы пили, вы уже нарвит, виски, то есть 4 рюмки закусить нужно, и стоит этот смачный овернайт, полный канцерогенопатейто-кугл. И вы не знаете, что благословит. Что говорит Шелханоров? Приводит нам тот же самый вариант, который мы много раз обсуждали и приводили, что нужно спушить что-то, на что 100% нужно сказать аля-михия, и что-то, на что 100% нужно сказать боре-ми-пашот, и тогда ты в шоколаде. Не имеется в виду кугл в шоколаде, ты сам в шоколаде, ты 100% выполняешь обязанность благословить. Приведем пример. В Кидуш-клабе с боре-ми-пашот не проблема, потому что 4 рюмки виски вы 100% выпьете, а на смезонот тоже не проблема, потому что, как вы наверняка обратили внимание, ваш покорный слуга на Кидуш-клабе всегда всех заставляет говорить мезонот после вина. Почему? Потому что вина мы выпиваем совсем чуть-чуть, это недостаточно для того, чтобы установить трапезу, выполнить обязанность кидуша, поэтому нужно спушить мезонот, какую-то печеньку, я не знаю, там, пирожок и так далее, крекер, на это вы сказали мезонот, и тогда, как если на вас после этого смотрит этот патейтокугл, кушать его на здоровье отдельно, благословлять на него не надо, потому что вы уже сказали шоколь, вы сказали уже мезонот, и вы уже сказали шоколь, я имею в виду, что выпили биски до того, а и, соответственно, то же самое, то, о чем мы сейчас учим, благословение после еды, вы уже, 100% у вас есть то, после чего нужно говорить аль-мехия, и 100% у вас есть то, после чего нужно сказать буре нефашот, и, соответственно, вы выполняете обязанность благословить после патейта кугла тоже. Понятно, что мы делаем это для благословения до еды, если мы сомневаемся благословения на то и на другое, чтобы вывести обязанность благословить этот пугл, но когда ты говоришь, идет речь о благословении после, то не забывайте, что недостаточно только попробовать, а нужно съесть необходимое количество, то есть вот этот ревит, этот ревит и так далее, для того, чтобы была возможность выполнить заповедь истории и сказать благословение после еды. А если ты уже спушил этот кугол, и пока ты запихивался куколом, все твои собратья покидывали хлопы, съели весь мизойность, весь мизойность, ну, шаколь 100% останется, потому что виски всегда есть или хотя бы водичка, и вам не на что, а вы уже спушили кугол, и сказали на этом, может быть, даже неправильное благословение, или сказали на него шаколь, или сказали мизунот, а на самом деле не знаете теперь, какое благословение после еды, и по идее нужно сказать только бурен и пашот, и у вас нет уже мизойность, никакого пирожка и печенька, чтобы съесть, сказать бурен и мизойность, и съесть достаточно, чтобы сказать потом али-мехия, но есть у вас фрукты из семи плодов Израиля, или еще вина, выпейте и съедите их достаточно, чтобы сказать в любом случае благословение маян-шалош, и в него в любом случае, даже если вы не ели конкретно мизонота, ели только то, в чем вы сомневаетесь, мизонота или нет, например, патейта кугл, сделайте вставку все равно али-мехия, но вы уже съели что-нибудь, на что 100% нужно сказать маян-шалош, а то, что вы сделаете еще одну вставку, это не страшно, теперь вернемся к нашему скидуш-клабу, скидуш-клабу, это не проблема, потому что вы в любом случае выпили вина, единственное, что не факт, что выпили его достаточно, но благословение маян-шалош, все равно после этого сказать нужно, и если вы ели что-то, в чем вы сомневаетесь, нужно после этого сказать благословение али-мехия, или пораны-пашот, вы спокойно можете сказать маян-шалош, как после вина, и вставить там вставку на али-мехия, потому что дополнительными всевышнего в этой вставке вы не произносите, вся вставка, то, что вы насытились, надеюсь, свой кидуш-клабе насытились и дома вас ругать. Не буду, чтобы сыпи пришли за субботний стол, который приготовила ваша жена или ваш муж. Но вот есть еще один очень интересный момент. Вы им эйн ло даваши биркатоа фаруна мэй айн шалоши. Вы гам лошин даваши мротим барэн пашот. А если ты так объелся, да я переведу, да, сразу сценарий придумал, да, если нет у вас за столом ни того, на что можно сказать, после чего нужно сказать мэй айн шалоши, и не то, после чего можно сказать бурэн и пашот. То есть, если вы так увлеклись куглом на кидуш-клабе, что все остальное уже съели и вам, а вы теперь не в доумении, какого благословения нужно после него говорить, обратите внимание, ло и варек лаль ахар ада вашим амсупа. Лучше вообще не сказать после этого благословения после еды, не бурэн и пашот, не аля мэхья. Почему так? Почему здесь, в отличие, получается, что мы не выполняем заповеди стора, в отличие от благословения перед едой, так скажешь, дополнительное благословение над бигделом. Здесь, наоборот, это благословение говорить не нужно. Почему? Потому что мы здесь говорим о заповеди стора. В заповеди стора мы устражаем. Чтобы не сказать бесполезное благословение, мы в заповеди наших мадрецов мы всегда облегчаем, здесь мы устражаем, и поэтому, если вы в полном недоумении находитесь в кидуш-клабе и думаете, что все, что вы там будете кушать, это только патейта кугл, не делайте так, потому что тогда вы потеряете возможность сказать благословение после еды, и более того, вы, скорее всего, скажете неправильное благословение до еды, поэтому следите за регламентом. Хидуш, мизойнес, лыхаем, а потом кушайте патейта кугл. На этом мы сегодня остановимся. Продолжение следует...